Добрый вечер, уважаемые телезрители! После новогодних каникул уже в новом сезоне выходит программа «Квартирник». Я рад пригласить вас сегодня, потому что ко мне в гости пришел виртуоз, замечательный человек, просто мастер своего дела. Позвольте представить. Максим Гусельщиков. Здравствуй, Максим. Здравствуйте. Привет. Здравствуй. Ты знаешь, я тебе просто уже прямо в самом начале программы хочу сказать большое спасибо за то, что согласился прийти ко мне на «Квартирник», потому что видеть таких звезд первой величины, я тебе честно скажу, всегда приятно. Всегда приятно, отрадно и так далее. Ты знаешь, что есть... Говорите, говорите. Да, да, да. Продолжайте, продолжайте. Ты знаешь, у нас есть такая традиция, мы перед тем, как начать какой-то разговор, говорить о чем-то. Я попрошу своих гостей, чтобы они исполнили те или иные заготовленные, естественно, вещички, чтобы наш телезритель сразу вот окунулся в атмосферу чарующих звуков твоей скрипки. Олег, я с удовольствием это сделаю. Я готов. Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Во всем виновата мама, конечно Так, расскажи, пожалуйста Мне в детстве очень нравился тромбон И гитара Мне было 5 лет, наверное Да, где-то 5 лет Очень нравился мне тромбон И тогда по телевизору много показывали Передач, где играл Диксилент Ага Я говорю, мама, я хочу гитару На гитаре Мама мне сказала, что Ну, зачем тебе гитара На гитаре вот Весь двор умеет играть Вот скрипка, может быть Вот И уговорил меня на скрипку Хотя вот гитара мне как-то По духу ближе, в общем Ну, я знаю, ты на гитаре играешь Ну, так пытаюсь иногда Вот Ну, скрипка так скрипка Вот и понеслось Просто Меня что интересует Почему именно этот вопрос Меня вот затронул Потому что я хочу все-таки выяснить Какие мотивы должны быть у мальчика Я понимаю, девочка на скрипке Это все понятно Но когда у мальчика И мальчик на скрипке Я даже не помню Я помню первые всякие Вот эти вот произведения Такая маленькая Восьмушка была Такая скрипка И первое, что я улучшил Это вот еще таким Дурацким смычком маленьким На дурацкой какой-то скрипке Вот это было ужас, конечно Там бедные соседи Вот это первое, что я выучил У меня с крюки Тогда такой, скажи, вопрос Скажи, тебя родители заставляли учиться Конечно Гоняли, чтобы ты сольфеджи Вот эти вот звуки Которые ты сейчас сделал Как они, нет? Мне жалко больше соседей На самом деле А что касается сольфеджио Мне нравилось, кстати, сольфеджио Там диктанты все эти писать Это было здорово Из всех предметов Мне нравилось очень сольфеджио Ненавидел хор и музыкальную литературу У тебя абсолютный слух? Почти абсолютный Поэтому диктанты легко Давалось писать? Не знаю, мне просто нравилось это Давалось писать А каком возрасте ты понял, что скрипка Доставляет тебе радость, удовольствие? Что ты играешь в удовольствие? Первый раз это было, наверное, когда я заканчивал музыкальную школу Вот, когда поступил в музыкальное училище На самом деле все это там как-то не очень Классикой просто перекормили Мне что-то там что-нибудь там Венгерское что-нибудь там Много же коллектива всяких Там Носпокинг Оркестр Там много всяких других скрипачей Конечно, другая совсем скрипка Вот, эта классика уже сидела Вот, литмотив там Фауста Вот это вот все Вот здесь сидело на самом деле И мне хотелось по-другому скрипку услышать Информации другой не было Преподаватели об этом почему-то не рассказывали Вот И первый раз, когда вот Ну вот Со скрипкой Первый мой сольный концерт был В седьмом классе Вот Я играл в Амарию Там еще крупные произведения на 40 минут В общем, это было здорово Мне понравилось Когда в училище поступил Там сказали Забудь все, что тебе преподавали в музыкальной школе Сейчас тебе И там все это заново Потом я поступил в консерваторию Мне сказали то же самое Там Забудь все, что там тебе И основа классика, конечно Я просто себя поймал на мысли Что я вот не классик Вот это не мое Вот Мне вот интересно что-нибудь такое Вот более озорное, шебутное Вот Но тем не менее Скажи, высшее музыкальное образование Не, я ушел из консерватории Со второго курса Я плюнул на все на это дело И стал слушать другую музыку Негодяй Да Да И слава богу Родители наверняка расстроились Расстроились, а что делать Нет, я не хочу играть классику Я не классик просто Это надо Каждый должен заниматься тем, чем он должен заниматься Это не моя музыка Да, тогда такой период следующий Когда ты понял, что классика это нет Когда ты начал понимать, что тебе интересны другие звуки И тебе интересна другая музыка И что из скрипки можно сделать другое А не классический репертуар Ну вот Причиной этой послужил вот этот альбом Который вышел Скрипичные сказки Максима Гусечников Вот Я попытался Насколько средств хватило Воплотить это все И дальше Буду воплощать То есть по-другому Как-то скрипку раскрыть Настолько Насколько Мне хочется Хватит Силы, энергии Умения И денег Естественно Хотел бы О деньгах мы обязательно поговорим Хотел бы напомнить нашим телезрителям 541-25-40 Телефон прямого эфира Звоните Задавайте вопросы Потому что следующим блоком Сейчас естественно Максим Я попрошу его Поиграть немножко Да Следующим блоком Мы обязательно обсудим Уже его творческую карьеру Потому что этот музыкант Играл в стольких Различных коллективах Что Перечисление Одного уйдет Практически На всю нашу передачу Максим Давай еще Вот Нашего Я готов Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо, спасибо тебе огромное Ну вот я, честно говоря, не знаю Я вот сижу сейчас И вот понимаю, что я, наверное, в жизни Никогда бы не смог бы научиться на скрипке играть Зачем тебе это надо? Потерянное детство тебе бы было обеспечено просто Ребята все, одноклассники Идут куда-то в экскурсии какие-то там по городам Максим скрипком Зато теперь Зато теперь Мы общаемся с тобой И с твоими одноклассниками Которые где-то на экскурсиях Где-то в одноклассниках Где-то в одноклассниках, действительно Максим, давай поговорим уже о более Зрелой, да, твоей карьере Скажем так Как начинал ты? Вот начинал приходить В те профессиональные коллективы Которые, да Это можно перечислить И Михаила Круга И Юту И группу Крематорий И так далее Как это начиналось? Ну как начиналось? Ну мне посчастливилось С Михаилом Кругом поработать К сожалению, вот До последних три года До его гибели Вот, это был шансон Который я не особо, кстати Люблю Ну, некоторых Некоторых Исполнителей я с уважением отношусь Но На тот момент я Зарабатывал в ресторане Вот И Приходит звукорежиссер Михаила Круга Говорит Миша нужен Скрипач Ты с нами едешь Учи Владимирский Централ Через три дня Мы выступаем в Сочи Я говорю Какой Владимирский Централ Это что, с ума сошел, что ли? Макс, поехали Вот Я выучил 24 песни За три дня Пришлось выучить Вот Олег, ты знаешь Вот При всем моем Не то, что Не Ну, не моя там музыка, скажем Да, вот шансон Вот Вот с этим человеком Как Михаил Круг Светлая ему память Он какой-то магией такой Обладал Просто Вот Он завораживал Просто все вот Сидели Он обвораживал Вот там Поэзия, не поэзия Скажем Музыка там Как бы не музыка Понимаешь А вот Как-то три в одном Вот такая харизма Это И этому поучиться Кстати, очень стоит Я очень Сильно благодарен Вот именно Вот этому мастерству Какому-то Вот Шаром такой А в профессиональном плане Насколько Михаил Круг тебе дал Его творческий коллектив Вот я про это И говорю Именно в профессиональном Я имею ввиду Как музыканта Как музыканта Ну Ну что там профессионально Четыре аккорда Ну Я вот Олег, я тебе про это и рассказывал Что вот этот шарм Он просто неповторимый Просто Все завороженные сидели Я сам Честно говоря Поражался Думаю Как это? Что это? Ну это явление на самом деле Ну ты же был еще и аранжировщиком У Круга Ну я записывал Вот последние Два альбома С Сыгановой Вот Участвовал Ну они так Как-то вышли В тираже Ну ладно Не важно Вот И участвовал Да, конечно Там Хорошо Да Если хотел Просто Это самое Тут как-то Такая тема Что Не важно Что ты играешь Важно Как ты Как ты это сделаешь Шансон Так шансон Сделай это Хорошо Красиво Там Попса Пусть Пусть попса Сделай это красиво В этом наверное какой-то профессионализм Просто строится Там как-то Кроется Вот Если ты за что-то взялся Сделай это красиво Не важно Какой жанр Где-то Если ты за что-то взялся То уж Берись до конца Я этому Очень-очень сильно Ему научился При всем Ну что там такое Нифига Тут тоже Свои тонкости Вот Несмотря на жанр Какая разница Ты берешься за дело Значит Сделай это красиво И качественно Чтобы А сейчас Если шансон Пошел бы Кому-нибудь Есть ли Те Люди Которым ты Я сотрудничаю С шансонщиками Потому что Много Очень большое Количество времени Просто Именно по работе Пришлось знакомиться С ребятами Там Ну Дружишь Со многими Исполнителями Просто И уже даже не важно Что ты там поешь Если человек хороший Уже просто дружишься И там не важно Что ты там поешь Если тебе Допустим Мне нравится человека Ну как человек Вот Не абсолютно Вот без разницы Вот какие-то критерии Если ты там гений Что-то там такое Поешь Там такое Ну как ты человек Как-то так До свидания А если там Не важно Что ты поешь Если я могу Ему чем-то помочь Я конечно помогу Вот именно в творческом Подскажу там Что-нибудь Может подучусь Чему-то Чему Может быть Что-то Я не понимаю Еще до конца Хорошо Следующий Ну как у нас Да Период Твоей творческой карьеры Это Была Юта Да С Ютой мы поработали Здорово было Кстати Ездили Выступали Гитарист какой там Классный Юха Потому что Честно говоря В интернете Столько Различных Не знаю Былин Инсинуаций Грязных По поводу Твоего Ухода Из Юта Да ладно Ерунда Это все На самом деле Просто Возникла ситуация Что Надо было Принять какое-то решение Я по-честному Его принял И по-честному Всем все Объяснил Моя совесть Чиста по этому поводу Не стесняюсь Никому Глаза об этом Рассказать Если есть какие-то Претензии Звоните Ну просто Насколько я знаю Какие-то Ну скажем так Болезненные Чувства у нее были По поводу Твоего ухода Я понимаю Профессионала Очень тяжело Отпускать Что называется Дружеские отношения Какие-то остались? Да остались Мы особо не общаемся Ну и врагами Не остались Если мы созвонимся И она Скажет Макс давай Что-нибудь запишем Не вопрос Я приеду И запишу Ну и давай Сейчас Перейдем уже К странице Что называется Сегодняшнего дня Группа Крематорий Потому что для меня Я честно скажу Для меня Группа Крематорий Это были первые аккорды На гитаре Это Слушали Переписывали Кассеты И так далее И так далее И те композиции Начинает Мусорный ветер Клубника со льдом Хабибулина Можно перечислять И перечислять Вот Как Армен Григориан Да нормально Армен Григориан Если честно Я в детстве Не очень слушал Крематорий Потому что Я родился В Алма-Ате И это очень далеко От Москвы Город красивый Там горы Все такое Красота конечно Но информация Доходила Еще тогда Доходили Какие-то записи Еще на бобинах Там переписывали Вот это вот все Доходило Пикник старый Зажав в руке Последний рубль Вот это вот Все доходило Алиса доходила Крематорий Как-то почему-то Вот именно на записях Как-то не особо доходил Поэтому я его Не очень слушал Ну в смысле Не доносился Вот А тут Звонок по телефону Алло здравствуйте Максим Максим Армен Григорян говорит Я в шоке А ух Ничего себе Регенды роком Да-да-да Вот И предлагает Ну прокатиться Это самое Ну попробовать Так сказать Свои силы Там В плане скрипача Как бы вот Я конечно в шоке У нас как раз Юта Она была В декретном отпуске У нас был отпуск Поскольку Женщина есть женщина Ей надо Не надо ей это Ездить Ей надо Родить здорового ребенка Вот По этому поводу был отпуск И у меня как раз Пауза была Я говорю Почему бы нет Я говорю Просто слабо Не особо Все ваши вещи Я наизусть не помню А волнительно было Очень Очень Вот И та же самая ситуация Вот как с Михаилом Кругом Светлая ему память Вот Надо было там за 3-4 дня Выучить программу Которую они играют Ну концертную Там 25 песен Я в очередном аути История как бы повторяется Думаю Что ж такое Ничего себе Интересно Вот Поехал на горбуху Купил mp3 Там выучил шпаргалки Воломался дико Мы поехали в Киеве И в Одессе выступали Давай Причем акустику Не электрический концерт А акустику Меня колотило вот так вот Я дико волновался Ну ты Это ж легенды тут А я немножко не в материале Как бы Ну и в итоге Ну и в итоге Как Армшуар Мэн сказал Макс В порядке Давай Армай предложил мне работу В группе Крематорий Вот Причем Славка там тогда Ну увольнялся Славка вот Бывший скрипач Да Ну он сейчас работает Он снимает Он говорит Актер же профессиональный Гениальный человек Просто уважуха ему Вот Человечище вот такое вот Я сто раз переспросил Армена Говорю Вы со Славкой точно Потому что Это же старая гвардия Там Они же Сколько они там Все это пересочиняли Пережили Переездили Переиграли Сколько вместе Я говорю Вы точно уточните Со Славкой Потому что Это вопрос Очень тонкий Вот Ну там Я сто раз спросила Сто раз ответила Что там Как бы Славка Уходит В актерскую карьеру Как бы вот Вопрос решился Ну К сожалению Уюта там Два-три концерта В месяц А здесь Ну Это мое просто Вот Я не могу сидеть Скажи пожалуйста И не ездить И не ездить Никуда А ты не выяснял Как на тебя Вообще Армен вышел Кстати Парадоксально Но Вышел Вышел Армен Через директора Юты Им потребовалась Замена На то время Когда Судьба Тогда последнее Что я попрошу тебя По крайней мере На ближайшее время Это для меня Вот просто Для меня Если можно Что-нибудь Вот Три-четыре аккорда Из крематория Если это возможно Замена Ты мне сейчас такой бальзам. Такой бальзам. Давай тогда уже поиграем то, что продолжим твоё уже сольное сольное выступление. Ты не против? Ты не возражаешь? Я только за. Отлично. Итак, дорогие друзья, Максим Гусельщиков в квартирнике. КОНЕЦ 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 Спасибо тебе огромное. Шутка была. Вот скажи, пожалуйста, по поводу, поговорим о гастрольном твоего графике. Вот ты говорил, что уюта где-то, ну, два-три концерта в месяц было, да? Естественно, это тяжело и трудно прокормить семью и себя в том числе. Сейчас, скажи, насыщен график твоих гастролей? Вполне. Слава богу. Как справляешься с этим, скажи мне, пожалуйста? Отлично, мне нравится все. Так. То есть ты, в принципе, не домашний. Ты путешественник. Я домашний, но вот... Домашний путешественник. И надо быть домашний путешественник, нет. Да, кстати, ты не первый человек, кто спрашивает. Ну, в смысле, там, вот, постоянно ездит, там, туда-сюда. Ну, конечно, есть какое-то там чувство усталости, где-то вот... В основном это какой-то недосып. Скорее, там, в пять самолет утра, там, куда-то там чего-то. Вот это вот немножко так это дает о себе знать, конечно. Вот смена часовых поясов. Да, вот это вот все, да. Стукколес. Стукколес, что ты, это святое. Мы-то понимаем друг друга сейчас. Вот. И когда что-то, вот, какая-то пауза, допустим, ну, после Нового года, что-то, затишье, проходит неделя, другая, и ты понимаешь, что тебе дико этого не хватает. Что-то вот, что-то не хватает. Вот это и вот все движухи. Так что, как-то так. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, не зазорно ли музыканту, ну, с определенным, скажем так, именем, играть в клубах ночных? Да, абсолютно не зазорно. Мы играем на, как есть такая пословица, на свадьбах и на похоронах. Главное, как ты это делаешь. Какая разница? Вот. Мне кажется, так. Скажи, а вот площадки, вот какие тебе больше нравятся, если говорить по сольной твоей программе или по, да, крематорию, в котором коллективе сейчас выступаешь, более стадионы, да, концертные какие-то залы или более камерные, вот такая обстановка, ну, как у нас сейчас, например? Олег, ты знаешь, вот я недавно, в последнее время ловлю себя на мысли. Вот в работе с группой крематорий, там обычно, ну, рок-н-ролл, веселуха, там все, как бы, там овации, да, драйв, и вот, ну, веселуха такая, вот. А на моих сольных концертах, они не так часто бывают, но не бывают, слава богу, вот, какая-то вот именно квартирник какой-то такой, вот камерная такая обстановка, то есть, там, два, три, четыре, пять концертов отыграешь, там, в тур поедешь как-то, ну, организм, что ли, как-то вот, ну, ассоциация вот зрителей, там, смотришь. Ты же привыкаешь, как, там, к уровню децибел какой-то к реакции, к реакции публики, вот. А вот на моих концертах почему-то так, я просто заметил такое наблюдение, не хвастаюсь, просто, вот, мысли вслух, так сказать. Да, 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 да. Вот, я заканчиваю играть произведение, тишина такая, из тишины хлопают, ну, другая совсем реакция публики. Олег, это так приятно, на самом деле, люди сидят слушать, это очень, это дорогого стоит, на самом деле. А как ты оказался в королях кухни, скажи мне, они же были, вот, у меня, что называется, вот, последний раз. С королями кухни, это вообще отдельная история, блин. Это же ребята, что называется, вот, хулиганы. Хулиганы, еще те хулиганы, я их очень обожаю, мы с пальцевым дружим, уже лет пять или шесть, нас, кстати, познакомила Ксения Стриж, вот, мы как-то Новый год вместе на прямом эфире, еще было онлайн радио такое было. Вот, мы на онлайн встречали Новый год, у Ксении Стриж там программа была, вот, перед ее программой, перед ее, это самое, перед ее, это, как он, сет называется, или как, ну, перед ее выходом, кто-то притащил, там, обезьяну в прямой эфир на радио, зачем они это сделали, я не понимаю, типа, сидят, а у нас здесь в эфире, там, обезьяна какая-то, вот, обезьяна-стерва, просто, сволочь полная, она там скакала по пультам, я вот, честно говоря, не понимаю, вот, иногда музыканты не всегда подпускают к пульту, лишь бы он там какую-нибудь ручку не сдвинул, а тут обезьяну пустили скакать по этим всем штукам, она это сгрызла какой-то джойстик, представляешь, что-то там, в общем, испортила им всем, вот, вся новогодняя программа сбилась, в общем, все, компьютер завис. И в итоге? В итоге, в эфире, ну, нас пригласили, был я, Леша Пальцев, был хор «Мужики», они работали с... Да, 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 мужики, какие голоса, хор турецкого не будет ему в обиду, просто отдыхает, наверное, я такого просто не слышал искусства, там пять чуваков, как они поют, это просто, причем, там и джаз, и фолк, там, ну, просто они волшебники какие-то, вот, вот, и это все, вся эта штука, в общем, летит, все рекламы, все эти самые штуки, в общем, летят, и остается только микрофон, вот, музыкальные инструменты, гитара-скрипка и хор мужиков. Вот, и вот так вот дружно мы встретили Новый год, я не помню, какой, 2007-й, по-моему, был, вот, и там мы познакомились с Алешей Пальцевым, вот, и до сих пор сотрудничаем, с сотрудничаем. Ты назвал хор мужиков просто какие-то волшебными голосами и все, что они делают, ты знаешь, уверен, что то, что ты делаешь на скрипке, не менее достойно волшебства. Ну, не знаю. Так что, давай уже и... И давай уже играть что-нибудь. Хорошо, с удовольствием, сейчас, Олег. Так, так, я готов. Так, отлично. Произведение называется «Пляска ведьм». «Пляска ведьм»? Ага. «Пляска ведьм»? «Пляска ведьм»? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА